Сенаторы возмутились политикой, проводимой банками второго уровня и деятельностью частных судоисполнителей. На заседании Сената парламента они обратились с запросом к премьер-министру страны. Анализ правоприменительной практики показывает, что реализация залогового имущества заемщиков на торгах обременена не только правовыми коллизиями, но и является питательной средой для коррупционных проявлений. По мнению депутатов, это позволяет банкам и частным судебным исполнителям приобретать на торгах недвижимость ипотечных должников по заниженной стоимости, иногда в неограниченном количестве. По результатам проверки Генпрокуратуры выяснилось, что в условиях отсутствия конкурентной среды банки приобрели имущество в 78% выигранных торгов. При этом цена была занижена в среднем на треть. В 320 случаях подача заявок на онлайн-участие производилась с одних и тех же локальных сетевых адресов, принадлежащих банкам. В 52 случаях вторые участники, формально обеспечивающие легитимность торгов, также являлись участниками банков. За эти три месяца в административные суды республики поступило свыше 7 тысяч дел от граждан, из которых 2338 исков по обжалованию действий ЧСИ по следующим основаниям. Нарушение ЧСИ норм действующего законодательства, прав стороны исполнительного производства при наложении ареста на имущество должника, отсутствие транспарентности в деятельности ЧСИ и надлежащего государственного контроля. Депутаты предложили принять меры по совершенствованию законодательства. Предлагаем рассмотреть возможность предоставления приемлемой отсрочки по банковскому займу при невыполнении заемщиком условий договора до улучшения им финансового положения. Решить вопрос о проведении оценки залогового имущества с учетом уровня инфляции на соответствующий год. Проработать вопрос защиты прав граждан, выселяющихся из единственного жилья. Сохранение залогового жилья на праве пользования представления арендного жилья. Включить соответствующие правовые акты норму, исключающую участие банков в торгах по реализации залогового имущества. И установить запрет на взыскание банками второго уровня имущества заемщика, не предусмотренного договором банковского займа. И шестое. Принять законодательные меры по государственному контролю над деятельностью ЧСИ, усилению их ответственности за ненадлежащее исполнение должностных полномочий, повышению их профессионального уровня. 20 сентября в Алматы 54-летний мужчина стал стрелять из охотничьего ружья после того, как его пришли выселять из дома по решению суда. Пять человек, двое полицейских, судебный исполнитель, новый владелец жилья и его друг получили смертельные ранения. Говорили в Сенате и о ракетном комплексе «Байтирек». Сенаторы приняли протокол, где указали обязательства сторон по обеспечению начала летных испытаний космического ракетного комплекса «Байтирек» с ракетой-носителем среднего класса в 2023 году. Главная цель протокола – корректировка и актуализация основных условий проекта «Байтирек». При этом следует отметить, что протокол составлен прежде всего в интересах казахстанской стороны. Для казахстанской стороны это необходимый протокол, который позволит на законных основаниях решить вопрос финансовых обязательств совместного предприятия по бюджетному кредиту перед Министерством финансов в Республике Казахстан. В протокол включены обязательства российской стороны по обеспечению пускового комплекса ракет-носителей «Союз-5» до 2036 года. Цель проекта «Байтирек» – выпуск космических аппаратов космодрома «Байконур» на экологически чистых ракетоносителях. Протокол гарантирует обеспечение не менее двух запусков в год с российской стороны в течение 10 лет, что позволит в будущем вновь взыскать государственные инвестиции в комплекс. Депутаты не могли не отметить воздействие пусков с «Байконура» на экологию и здоровье местного населения и предложили не запускать ракеты в весенний период. «После запусков здесь стоит очень сильный ветер, который достигает на юге Жанакургана, на севере доходит до Иргиза и переходит Арал. Этот непрерывный пронизывающий ветер сушит землю, свежую траву, которая появляется на увлажненной весной почве. Это стало обычным явлением, которое сейчас наносит урон животноводству и земледелию. «Байконур» и космический комплекс спереданы в аренду Российской Федерации на долгие годы. Но бюджет Казахстана поступает ежегодно 115 миллионов долларов. Но мы не можем сказать, что эти средства приносят пользу для жителей населенных пунктов, расположенных вблизи космодрома. Согласно статистике, за последние 15-20 лет среди населения этого региона увеличилось количество сердечно-сосудистых заболеваний. 60% женщин детородного возраста страдают анемией. Рост недоношенных детей также увеличился. Здесь используется сверхтоксичное топливо – гептил. До сих пор не было всесторонне изучено влияние тысячи тонн гептила, которое было разлито на территории Казахстана.